Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Нам уже 3,2 года ребенку. Мы не можем никак попасть в садик. Минимум бюрократии, максимум эффективности. Сегодня жители Анапы получают ответы на личные вопросы в режиме нон-стоп. Мы должны не просто отпраздновать эту дату. Мы отчасти должны где-то ее прожить, но вместе с молодежью. По следам Великой Победы. Она попримет участие в масштабной патриотической акции в честь 75-летия освобождения Кубани от фашистов. Прогуляться под волшебной аркой и погладить сказочного оленя можно на главной площади курорта. Там воцарилась настоящая новогодняя атмосфера. Строительство социальных объектов в городе и сельских округах, создание зон отдыха в местах, ранее загроможденных аттракционами и разъяснительная работа с населением по соблюдению графика вывоза ТБО. Вот ряд тем, которые поднимали сегодня участники общегородского планерного совещания. Актуальные вопросы звучат в Большом зале администрации, где собираются представители всех заинтересованных в развитии Анапы служб. Актуальную информацию озвучила Яна Дуплякина. Законодатель разрабатывает механизмы реализации программы «Малый сад». Предварительно на закладку трех гектаров садов можно будет получить государственную субсидию до трех миллионов рублей. И это не все нововведения в АПК. Новая программа в поддержке начинающих фермеров. Субсидируется с затратами по созданию производственной базы, не более полтора миллиона рублей на субъект. И возмещаются затраты при строительстве, приобретении, реконструкции, благоустройстве территории фермеров, которые рождают не более одного года. Здесь максимальный размер субсидии – 250 тысяч рублей. В социальной сфере самое актуальное по-прежнему строительство школ и детских садов. Глава Анапы заостряет внимание. Пятна застройки под социальные объекты надо искать не только в городской черте. Гостогаевская, Анапская, Субсидия, там прям активно жизнь начинает двигаться. Там тоже нужно думать наперед об этом, потому что если мы сейчас не решим эти вопросы и, грубо говоря, не вырежем какой-то участок земли, для того, чтобы это было дошкольное или школьное предприятие какое-то, у нас потом будут, или у тех, кто будет работать, будут проблемы потом. То есть мы сегодня должны на перспективу думать, что мы можем. Санкур работает над созданием новых экскурсионных маршрутов. Однако главное сейчас – навести порядок на самом популярном туристическом маршруте. Пионерском проспекте. Начать с особо неприглядных участков, например, как на ДжМТ. Вам самим не стыдно там ездить, а? Разберитесь с договором. Давайте там столбы поставим, лавочки сделаем, зону отдыха, сквер какой-то для людей. Там тысячи людей, сотни ходят, тысяч. Мы уже претензию отправили на расторжение договора. Сейчас выжидаем месячный срок, после чего будет направлено повторное уведомление с предложением подписать соглашение. То есть позиция должна быть нам опонятна, что мы хотим добиться. Не просто убрать, а привести там в надлежащее состояние. То, что там есть. То, что должно нормально, солидно выглядеть. Содержать муниципалитет в чистоте – нелегкая задача коммунальщиков. Обидно, когда вместо помощи жители добавляют проблем. Юрий Поляков по следам вчерашнего выезда дает поручение. Принять меры к тем, кто не соблюдает график вывоза мусора. Дайте им графики, раз они не знают. Только машина прошла, через 15 минут вынесли кульки с мусором. Потом собаки разорвали эти мешки, все валяется по всей улице. Так послушайте, это что за отношения за такое? Давайте принимать какие-то меры. У каждого есть договор, и в договоре четко написано. И если они не выполняют договор ЖКК «Будьте добры», они выносят на муниципальную землю. Составляйте протокол. Это было испокон веков. Задача муниципальному контролю – взяться за нарушителей санитарного порядка. 2018 год для нашего края пройдет под знаком юбилейной даты – 75-летие со дня освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ. Глава региона Вениамин Кондратьев провел оргкомитет Победа, участники которого обсудили детали празднования памятных дат. Какие задачи по завершению краевого совещания в Анапской студии поставил Юрий Поляков, расскажем в нашем материале. Освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков – важная веха Великой Отечественной войны. На организационном комитете Победы обсудили все детали будущего празднования. Праздничные мероприятия должны пройти не для красивого отчета. Мы должны не просто как бы отпраздновать эту дату, мы отчасти должны где-то ее прожить, но вместе с молодежью, самое главное, с молодежью прожить и прочувствовать. Мы обязаны эту память сохранять, обязаны. Память о нашем великом народе, народе победителей, который подарил мир всему миру, иначе не скажешь. А этот праздник, он нужен не мертвым, он нужен живым. Давайте так, чтобы молодежь ахнула и на самом деле ощутила ту радость победы, которую ощущали наши прапрадеды, наши деды. Череду памятных дат начинает Туапсинский район. Там день освобождения от немецких захватчиков отметят уже 20 декабря. Затем эстафету примут в других районах. Праздники пройдут именно в том порядке, в каком солдаты Красной Армии освобождали города и станицы. Все строго в соответствии с хронологией боев. После завершения Краевого оргкомитета глава Анапы Юрий Поляков поставил задачи перед своими подчиненными. Рекомендую всем заместителям, они закреплены за сельскими округами, выехать и все памятники посмотреть. И себе расписать, что нужно сделать. И, конечно, как можно больше встреч надо организовать с ветеранами войны. Не оставить без внимания ни одного участника тех исторических событий. Ольга Родина, Роксана Бакуменко, Александр Кореневский, Анапа-регион. И в продолжение темы вспомним всех поименно. Имена героев Анапчан увековечили в Краевой книге памяти. Она создана участниками Всероссийской организации охраны памятников при содействии администрации Краснодарского края, а также свидетелей и очевидцев тех времен. Чтобы уникальное издание вышло в свет, понадобился год кропотливой работы. Это часть социального проекта «Книга памяти». Он существует уже около 30 лет. Этот том стал особенным для Анапы. Что интересно, эта книга только об Анапчанах, погибших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 года. Но отрадно, что это только Анапский район. Здесь они. Далее за этими потом идут в алкогольном порядке фамилии, имена погибших и пропавших без вести. Эмоциональности Фолианту придали произведения анапских поэтов. Открывает книгу стихотворения Сергея Левина «Город воинской слова Анапа». И далее на страницах не раз встречаются стихи этого и других местных авторов. Тираж книги – 500 экземпляров. В ближайшее время они поступят в музеи, городские библиотеки и ветеранские общественные организации. Общий российский день приема граждан ежегодно проходит 12 декабря в день Конституции Российской Федерации. В администрации Анапы прием длится до сих пор, а начался он в полдень. Желающих попасть на прием именно в день Конституции оказалось немало. С 12 часов анавчан принимали заместители главы курорта, каждый по своему направлению. Многодетная мама Вера Разумная поделилась проблемой. Пока собирали нужный пакет документов, сменилась прописка. И теперь она не может получить земельный участок. Из-за адресной справки я не могу получить как многодельное землю, участок земли. Адресную справку мне не было 3, потому что я успела быстро выписаться. Ну я сначала выписалась, а потом начала собирать документы. Заместитель главы Анапы Анжела Студеникина настраивает подчиненных. Надо найти вариант, как помочь заявительнице. На сегодняшнюю минуту заявитель, чтобы избежать вот этой всей волокиты, понимаете, ну не дают ей справку и не дадут ее, вы же это понимаете прекрасно. Но на ту минуту, когда обратились в июле месяце, была же справка? Была, просто не хватало на судительское рождение. Пускай сдаст все документы за исключением вот этой вот справки. Вот, к нам придет пакет документов в рамках этого пакета. Я сам лично обращусь в МФЦ, если это, они говорят, в архиве, то значит они могут достать мне пакет из архива, снять ксерокопию, я ее заберу. Помощи ждут и от исполняющей обязанности заместителя главы по соц. вопросам Екатерины Боровской. Самая злободневная проблема на сегодняшний день – устройство в детский сад. Нам уже 3,2 года ребенку, мы не можем никак попасть в садик. Нас не берут ни на кратковременное, мы писали, ни на нашу группу, ни в садик мы не попадаем. Три года малышу исполнилось только в октябре. Попасть в желаемый детский сад в середине образовательного процесса нет возможности. Но есть места в других учреждениях. Пусть пока чуть дальше от дома, но это реальный выход. Если вы хотите прямо сейчас, ну вот сегодня, завтра, в ближайшее время, 12 часов ребенка, мы можем вам предоставить место, оно у нас есть. Вот сейчас уже можем этот вопрос решить. Да, оно у нас есть, это место, в детском саду. Вам нужно только принять решение. По группе кратковременного. Вы сейчас тогда определите, каким образом, кто будет отрабатывать, и каким образом, Светлана Михайловна, потом свое решение уже озвучит кому? Да. Главе города Юрию Полякову с самыми сложными вопросами, например, с многолетней проблемой затопления улицы Северной, Нужно решить раз и навсегда. И такое поручение глава уже дал специалистам ЖКХ. Чтобы узнать, как продвинулись коммунальщики, вызвали Анжелику Бузунову. Это вот наши жители Анапские, по улице Северная 1. На чем мы закончили, когда вы поехали с Филимоновым, а прочистили песковые лавливатели? У нас был вопрос, ловить воду на Кате Соловьянова, где они правильно сделали там что-то. Какое решение? Мы поднялися по приемку, посмотрели, где у нас ливневые приемники. Есть у нас такие, которые у нас закатаны в асфальт. Мы сейчас их будем открывать, да, и вода будет там уходить. Давайте так, давайте поэтапно будем идти. Мы же далеко от кого не уходим. Давайте поэтапно откроем сейчас эти околозы, то есть найдем, посмотрим, что будет. Дальше будем смотреть. То есть предугадать эту ситуацию. Прием граждан продолжился и после шести вечера. Никакой предварительной записи не было. Людей отправляли на консультации по факту их обращения в администрацию. А мы напоминаем, что прием глава и заместители главы Анапы ведут еженедельно. Записаться можно в отделе по работе с обращениями граждан по адресу Крымская 99. Уточнить информацию можно по телефону 529-76. Сегодня, 12 декабря, когда вся страна празднует один из самых значимых государственных праздников, День Конституции, в Центре культуры Родины прошла церемония вручения паспортов молодым анапчанам. Сегодня в Анапе стало на 8 полноправных граждан России больше. Ребята, которые вступили в пару своей гражданской зрелости, в торжественной обстановке получили свой первый и самый важный документ. Паспорт гражданина Российской Федерации. Паспорта необходимо хранить бережно, аккуратно и относиться к нему как к документу, который будет у вас присутствовать на протяжении всей вашей жизни. Также сегодня были отмечены участники проекта «Готов к труду и обороне». Четыре анапчанина получили золотые значки ГТО. Этот День Конституции стал знаковым и для воспитанников военно-спортивных клубов «Микс Аир» и «Наутилус». Они получили международные удостоверения плавцов-подводников от Всемирной конфедерации подводной деятельности. Усилиями этих ребят было обследовано около 8 тысяч квадратных метров дна Черного моря. Более 100 килограмм мусора подводники подняли с глубины и утилизировали. Константин Шанин сегодня в числе награжденных. На одном из погружений он обнаружил геологический разлом на дне Черного моря. Эта важная информация была передана сейсмологам. Было погружение самое обычное. Мы залезли в воду и как-то так получилось, наткнулись на него и все. Возможно, он произошел при землетрясении, которое часто происходит у нас на Черном море. Возможно, поможет каким-то сооружениям, даже тем же, тому же Крымскому мосту. С сегодняшнего дня у этих ребят начинается новый этап жизни. Руководители организации по работе с молодежью отмечают, что современная молодежь стала более организованной и ответственной. Они с большим желанием участвуют в различных мероприятиях патриотической направленности. На сегодняшний день идет такой новый всплеск. Особенно с последними событиями, которые прошли у нас в 2014 году, возрастает патриотизм у нынешней молодежи. Декабрь, граждане, юноши хотят служить в армии. То есть участие в этих мероприятиях по военно-прикладным видам соревнованиям – это просто фурор. В нынешний момент ребята приходят, где-то нам нужно было готовить для участия в соревнованиях, а сейчас они уже приходят подготовленные, они показывают высокие результаты, которые, конечно, мы оцениваем. И возим их на различного рода мероприятия краевые. Декабрь – это месяц подведения итогов. А уже в январе начинается подготовка и реализация новых проектов. Согреем сердца ветеранов, вахта памяти и масштабная акция по следам войны. И, конечно, во всех проектах самое активное участие примет молодежь. Руслан Душевский, Анапа-регион. Анапа наряжается в праздничное убранство. Главная площадь курорта озарилась тысячами огней. Там установили новинку этого сезона – сияющую арку. Светодиодная конструкция составляет 6 метров в ширину и 6 метров в высоту. Длина – почти 50 метров. Освещает площадь в темное время суток более полутора тысяч светодиодных ламп на арке и столько же на главной новогодней елке города. В этом году зеленую красавицу дополнительно украсили еще 60 метров гирлянд. Уже своеобразной визитной карточкой новогодней Анапы стала светодиодная тройка оленей с санями. Конструкция расположилась прямо у входа в арку. Но композиция еще не законченная. Она дополнится ярким новогодним оформлением кореней, как только заработает рождественская ярмарка. В новогоднюю сказку погрузились и другие площади и улицы курорта. Сотнями огней застыли фонтаны перед зданием администрации. Центральные улицы украсили гигантские светодиодные снежинки. Принять участие в праздничном оформлении города призывают все предприятия. До главного праздника года осталось меньше трех недель. Самое время создавать новогоднее настроение. Десять лет на сцене. Завтра в городском театре пройдет ретро-вечеринка. Там с юбилейным концертом выступит вокальный инструментальный ансамбль «Россе». В программе шлягеры 70-х и 80-х годов хиты знаменитых композиторов. Юрия Антонова, Владимира Добрынина, Давида Тухманова. Также артисты представят в своем исполнении самые популярные песни. Групп «Самоцвет», «Веселые ребята», «Синие птицы», «Песниры», «Цветы» и другие. Юбилейный концерт пройдет 13 декабря в 19 часов в городском театре. Воспитанники детской школы искусств номер 3 станицы Гостогаевской проявили свои таланты на международном и краевых музыкальных конкурсах. Они проходили в ноябре в Краснодаре. Брависсимо, полифонии сердец и музыка родного края. В общей сложности гостогаевские музыканты и вокалисты заняли 10 призовых мест. И это не единственное достижение школы. Учреждения также готовят талантливых художников и танцоров. Сплоченный педагогический состав вкладывает всю душу в юное дарование. В этом убедились наши корреспонденты. Виктория – особенный ребенок. Порой ей трудно дается учеба или освоение новых видов творчества. Но три года назад на прослушивании в музыкальной школе педагоги заметили талант девочки. И с удовольствием приняли ее в большую музыкальную семью. Теперь Вика солирует на больших сценах, занимает на конкурсах призовые места. Недавно она стала лауреатом третьей степени в конкурсе «Сотворение». Любимое дело Вики всецело поддерживает и ее мама. Ребенок увлечен, а это самое главное. Иду, чтобы человеку было интересно, доброту свою. С музыкой мы на «ты». С раннего детства мы пели, и по состоянию здоровья нам необходимо было петь. Поэтому с музыкой мы ладим. Для Федора и Виолетты Сказченковых музыка – семейное хобби. Они по годке учатся во втором и третьем классах. По словам ребят, решение пойти в музыкальную школу приняли самостоятельно. Признаются – не проходит ни дня без игры на инструменте. Выступают дуэтом, что намного сложнее, чем сольно. Однако брат с сестрой понимают друг друга с полуслова. Мы слушаем друг друга и играем правильно. Мы посмотрели, как другие дети занимаются, а у нас душа появилась заниматься. Я так и хочу остаться пианистом. А я хочу быть президентом и тоже пианистом. Сейчас в Таничной школе искусств с ребятами занимаются 19 опытных педагогов. Это и талантливые музыканты, и увлеченные художники. Скрипка, фортепиано, народные инструменты и даже флейта. Профессиональные наставники помогают осваивать в совершенстве любой инструмент. Очень много идет от личности. Преподаватели заражают своего ученика красотой музыки, музыкального произведения. И, естественно, возбуждают интерес у учащихся. И с интересом работают. А потом, когда что-то получается, ребенок видит свои плоды, и ему нравится, и стремится дальше еще больших успехов добиваться. А чтобы добиваться новых успехов, здесь постоянно стараются улучшать условия. В этом году в классы приобрели новую мебель. Еще несколько месяцев назад пианисты на репетиции ездили в Станицу Раевская. Теперь здесь появился свой рояль. Простаивать инструменту не приходится. План у юных музыкантов расписан на месяцы вперед. Сейчас они готовятся к новым зональным конкурсам, которые пройдут в феврале и марте будущего года. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Далее информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа-регион.ру Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Программа «Детокс-очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени. Электрокардиограмма. Внутривенное детокс-очищение. Нейрофизиологическое обследование. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. Анапа-океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова